Русские Спартан написали людям впервые в 1918 году, уже после революции, потому что нация, раса и национальность это разные вещи совершенно. Вот простой пример, мы с вами знаем, что там про историю Киевской Руси, да, и что Киевская Русь это мать городов русских. А поскольку этнографии на тот период не было, не было национальности, были только роды. У меня естественный вопрос, кто жил на территории Киевской Руси, если Украины не было. Вот просто подумайте, как домашнее задание, да. Потому что само название по месту, вот назвали эту территорию Украину, и все, кто в ней живут, старые украинцы, но это не образовалась новая нация, как вы понимаете, да. Кто там жил, тот там и жил. Вот. И то же самое по поводу русских. Там, русские это тоже прилагательные. Потому что есть там русские тюрки, даже русские древляне, русские поляне, русские вещи. Это как солнцевские, подольские, это крыша такая, чьи. Есть американец, француз и японец, и чьи русские. Да, вот. И так далее. То есть есть много-много таких вещей, которые очень полезно знать. Полезно знать, чтобы не строить иллюзии и не поддаваться манипулированию идеологиям самого разнорода. Правителей, идеологиям, что там разные народы, там белорусы, русские, украинцы, например, да. И, например, или нации немцы, такой же нации нет. Да. Немцами же мы немцев только мы зовем. Больше никто в мире. Потому что мы немцами называли всех иноземцев, которые не говорят на русском языке. Ну, как не мы. А так они германцы, дойши, там и так далее. Они даже не знают, что они немцы. То есть есть само название, а есть вещи, которые, ну, как бы придуманы. Это разговор о расе. То, что мы единая раса, ни у кого сомнений не вызывает. А вот дальше начинаются уже идеологические, политические, территориальные. Нас пытаются разобщить в этом плане. Сравнивая, говоря, кто хуже, кто лучше, кто древнее, кто от кого произошел, там и так далее. Ну, это необходимые разговоры. Важные. Ну, важные вот для других профессиональных особенностей. Или по календарю, или по истории. Вот о чем бы мы ни говорили, да. То есть темы настолько сложные, что подбираться к ним нужно очень осторожно, очень аккуратно. С учетом целого ряда синергетических наук и дисциплин, поясняющих и дающих представление о предмете твоего исследования. Вот у меня, например, из многочисленных образований два филологических вуза. И все равно этих знаний недостаточно для того, чтобы иметь отчетливое представление о этимологии целого ряда, или класса слов. Потому что любое слово, да, существует там, этап его происхождения. И чрезвычайно важно смотреть, как оно менялось, где оно менялось, под влиянием каких условий, языков, языковой морфологии даже. Да, всеследственные грамоты, ну, очень много факторов. И для этого нужно знать 5, 7, 10, 12, 15 языков. И когда, то есть, если ты этого не знаешь, или знаешь, но не являешься профессионалом, то нужно собирать людей, которые являются профессионалами в этих сферах. И с ними потом, да, путем такой мозговой атаки, пытаться выяснить, рассмотреть причины следственной связи, фактологии. Вот я всю информацию делю на три части. Видел, слышал, предполагаю. И стараюсь не путать это местами. И выводы я делаю не на основании прочтенного, увиденного или услышанного. А на основании чего возникает, естественный вопрос. На основании анализа прочтенного, увиденного и услышанного. Потому что очень увлекательно. Или чья-то выступление, или чья-то книга, или чья-то догадка. И так хочется положиться на неё, верить и ещё и популяризировать. Но не всегда так получается. Вот правда и истина, правда и ложь больше всего боятся истины. Потому что истина в одночасье может поменять их местами. Вот правда у нас у всех, и у каждого есть своя правда. То, что не соответствует твоей правде, это неправда. Крифта. Вы знаете, я с детьми провожу занятия, сажусь в середину зала, они вокруг меня. И ручку наклоняю там в одну сторону. И говорю, в какую сторону, детки, я ручку наклонил. Те, что передо мной, говорят влево. Те, что сзади, говорят вправо. Те, что сидят слева от меня, говорят от нас. Те, что сидят справа от меня, говорят к нам. Я говорю, а теперь спорьтесь, режьтесь, доказывайте друг другу вправо, влево, на себя или от себя. Стоит только поменять место, и ответ будет другим. Вот очень важно, на каком месте ты сидишь, твоя вентальность, твой жизненный опыт, авторы, которых ты читал, установки, которые на тебе давлеют. И мы стараемся делать выводы, которые оснают, вернее делаем, и рефлекторно. Есть три способа существования. Еще рефлекторный, осознанный и сознательный. Это тоже разные ступени. Продвинутость. Вот инструкция, создание инструкции по эксплуатации судьбы является моим главным интересом. И циклы лекций, семинаров, тренингов, которые я провожу по всему миру, именно уносят такое название. Инструкция по эксплуатации судьбы. Прежде всего, он отвечает на вопрос, кто ты, откуда и куда. Без самоидентификации невозможно никакое последующее движение. Нужно понимать собственные тактико-технические данные, параметры, миссию, цели, смыслы, ценности. Пару слуху, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным. Нужны ясные, понятные, внятные цели. Ответы на простые вопросы, чего бы тебе хотелось, жить хорошо или быть счастливым, это ни о чем. Потому что люди не удосужились разобраться с тем, что такое счастье, что такое хорошо или плохо. Даже если мы произносим совершенно понятные нам слова или понятие, какого бы, там, любовь или счастье, то вот при первом же подходе понимаешь, что человек не вполне понимает, что стоит за этими представлениями. Ну, там, не знаю, на ком, даже жалко мы врите, там, пять названий любви есть. Любовь к Богу, любовь к мужчине, к женщине, любовь к родителям, любовь к детям, любовь к семью, там, жизни, там, не знаю, к колбасе, сметане, сал. Да? Это разная любовь. На том же арабском, там, три названия любви между мужчиной и женщиной. Любовь, влюблённость, страсть. И они имеют разную биохимию, причинно-следственные связи, долю ответственности и так далее. Вот. А на славянском их сто пятьдесят, наверное. Да? И поэтому, вот, произносим слово или счастье. Что такое счастье? Может быть, человек абсолютно счастливый? Ну, наверное, может, только есть один недостаток, к нему не пускают посетителей. Если он абсолютно счастливый. Да? А дальше, что такое счастье? Когда тебя понимают, ну, может, пока ты трещалый юноша, может, потом гораздо важнее, когда ты понимаешь других. Может быть, счастье — это отсутствие несчастья. Ну, и мы начинаем рассуждать по этому поводу. И вот, когда нам становятся понятны те слова, образы, значения, мы начинаем описывать себя. Описав себя, мы начинаем описывать свою жизнь, своих родных, близких, своих друзей, единомышленников. То есть, наводить такой порядок. То есть, если у тебя нет порядка, ты непорядочный человек. Как можно называть себя порядочным, если ты не упорядочил свое отношение? По отношению для начала к себе самому. Вот, знаете, я прихожу, допустим, в первобытное племя, они говорят, «Ты кто?» Вот как можно ответить на этот вопрос? Потому что они не знают национальностей, они не знают стран, они не знают каких-то должностей, да? Вот, тем более, если я прихожу в племя голый, ну, если это племя живет голышом, значит, я прихожу такой же голый, раскрашенный, как они, чтобы не выносить сумятицу уже в первые же мгновения нашего общения. Система ценностей совершенно другая. Универсальные боги всех колыбельных цивилизаций, племен, их около 40 тысяч, это Земля и Солнце. И мы со всей очевидностью понимаем с вами и легко сможем объяснить любому человеку от любой науки, что не было бы Солнца и Земли, не было бы ничего. Поэтому это и есть наши боги, да? которые не имеют морфологическую форму. Вот такая борода, вот такое челечь, или там на нем привыкли, да, и так далее. И если оно не так изображено, не на том месте надето, то, ну, как вы понимаете, Солнцу или Земле это не очень важно. Важно, что через эту метафору, что через этот символ, цвет, звук, смысл мы хотим передать другим людям. Как мы хотим проиллюстрировать движение небесных сфер, нашу взаимосвязь с космосом и Вселенной, нашу систему ценностей, наше отношение по отношению к другим людям, культурам, традициям. Вот ведические смыслы, ведические практики, ведическая космогония, называем ведическое, или родноверческое, или православное, по исконному пониманию этого слова. она встроенная система многими тысячелетиями, не знаю, как бы сообщенная, принесенная нами же сюда, или созданная посредством тысячи тысяч, ну, не тысячи тысяч человеческих жизней, числа гораздо больше. И еще один очень важный посыл. Значит, не имея великого будущего, велика великого прошлого, нам не иметь великого будущего. Вот, зная эту формулу, те, кто не хотят, чтобы у этих людей, у этой территории, у этой расы, у этой культуры было великое будущее, они делают все, чтобы у них не было великого прошлого. Что вот мы безродные, что вот мы жили в лесу, молились к лесу, что мы такие дикие племена. Вот эти дикие племена там, да, пятая часть земного шара, одну из лучших, почему-то как-то завоевали, как-то берегали, и как-то имеют еще и по сегодняшний день. А если вы такие умные, сильные, храбрые и мудрые, ну, те примеры жизни, которой вы нам являете, уже давно кажутся нам неубедительными. Ну, мы как дети поиграли в фантик. Мы еще недавно с вами эти пустые банки в кухне собирали, ставили, да, как детишки. Сегодня нам подавай самое лучшее. Или обойдемся и без этого. Вот в этом смысле нас многие, весь цивилизованный мир, цивилизованный в кавычках, называют варварами. Я даже структуру сейчас создал варвары. И как кричали они во все времена, ой, варвары идут. Вот пусть сейчас повискивают тоже по этому поводу, потому что варвары действительно идут. И докуда я могу оставаться досужим, вероскучим и лихим, пусть меня боятся. Пусть меня боятся, потому что за мной великое наследие, великие чудеса, великие тайны, загадки, великое понимание того, как это взаимодействует. Великое для меня, но все то, что я понимаю, это великое, это все равно крошки по сравнению с тем, каким это было. И потенциал этот ощущается, артефакты, свидетельства, тексты по этому поводу существуют. Вы знаете, я большую часть времени, изучая экспозиции, провожу в запасниках, а не в открытой экспозиции. Или, например, когда я разговариваю с Грослоном, или с Петровским, директорами армитажа или Русского этнографического музея, и вас спрашиваю, почему ни разу они не выставили древнеславянскую экспозицию в своих залах. Может быть, ее нет, может быть, нужно помочь ее пособирать с мира по нитке. Они говорят, да нет, запасники ломятся. Это самая сказочная и волшебная экспозиция. Но почему тогда выставляются японская, фламандская, немецкая, французская, какая вы, но только не древнеславянская. Они закатывают глаза, показывают пальцем наверх. Когда я спрашиваю, кто президент, кто препятствует этому, выясняется, что препятствует этому РПЦ, Русская Православная Церковь. Они не хотят, чтобы мир увидел, какая волшебная культура, существовал на эту территорию. Как Достоевский говорил, когда русские вспомнят своих богов, мир вздрогнет. Вот, может быть, пора ему не только вздрогнуть, а затрястись. И фрагменты этого я наблюдаю вот и в этом зале, да. Тому, что водичка дырочку найдет, все естественное делается естественным путем. Мы можем сейчас создавать образы, визуализировать, афирмировать по поводу нашего светлого будущего, структурного, структурных всяких палитр и образований, роста, продвижения, возвращения, возрождения, приумножения нашей традиции и культуры. Но по всем знакам, это вам скажут все люди, чувствующие и ведущие, Ира Водолея делает свое дело, и на смену идеология приходит другая идеология, та, которую мы чтим и любим. И сторонников появляется все больше и больше, и людей, интересующихся этой темой. Потому что еще один треглав нашей традиции это естественность, объективность, реальность, целесообразность и так далее. Вот. Все то, что сегодня воспринимается как какие-то, не знаю, придумки, какое-то там какого-то фольклор, да, вот наши предки были серьезными прагматиками, зачастую даже и циниками, несмотря на то, что они были волшебниками, и, а главное, людьми образно, образно вчитающими этот мир и создающими образы, обреченные на их воплощение. Вот, наделить человека не только знаниями, но и навыками, тоже чрезвычайно важная история, важная тема. Ты можешь называться, кшатрик, называться, да, махая там тупым железом, ловко, но этого недостаточно. Ты можешь называться князем, отцепив там, не знаю, грим и оплачившись в дорогие одежды, но этого недостаточно. Вот, и мне радует, что жрецы и волхвы, да, которые сегодня, ну, как говорят христиане, рукоположные, да, они действительно ведают, знают, изучают, стремятся ровно настолько, насколько могут. Плюс с желанием, ну, как бы, вот, смотрите, сменился климат, сменился география. География полностью на планете поменялась, поэтому зачастую карты, карты, как бы, или были неверно написаны якобы, да нет, они были написаны верно. Меняемся мы, весь мир изменчив и переменчив. И древние шаблоны, там, стереотипы, основы, да, они тоже подвержены изменениям, то есть для того, чтобы они были, для того, чтобы они жили, их нужно менять. Менять их могут только люди знаний, волхвы и жрицы. Они могут менять эти каноны, оставаясь в каноне, как это ни парадоксально, да, поэтому мы же с вами не призываем всех в какие-нибудь там пещеры, избы, в лаптях ходить. Вот, кстати, по поводу изб, опять, если про простую темологию. Изба, это от слова избыть, переждать. И наши предки жили в хоромах, теремах, а когда начались известные времена, и вынуждены были скрываться, в деревьях, в деревах, то есть в лесах. Да? Так появились, кстати, деревни, потому что жилища строили на открытом, возвышенном пространстве, а вот начали прятаться в деревах, появились деревни, избы, чтобы переждать. Вот она, кособокая, маленькая, с плоским потолком, крышей, щепой закиданные там или землей, подпертое бревном, чтобы в любой момент это бросить можно было и сзади, потом такое же соорудить в любой точке леса. Ну, это не как на традиционной же грязной. Вот простая логика, валим, валим большое дерево, кедр ли это, сосна ли это, елка, и делаем две чашки, да? Ну, для того, чтобы срубок поставить. Вот хоть короткое это бревно, хоть длинное, две чашки вырубать все равно нужно. Какой смысл еще пополам рубить это бревно, если лесом завалить, что называется? А когда сложили большой сруб, то посредине поставили печи, она обогревает все помещение. Поэтому зачем его делать маленьким? По трудозатратам почти то же самое. Никакой логики и никакого смысла. Поэтому хоромые тюрьма были, конечно же, большие и красивые. Но под ноги на ежегле они стояли на самых видных местах. Ну, это просто один из штрижков. А на самом деле это касается и одежды там, и пищи. Например, самая трудная, самая дорогая одежда какая-то, меха, это кожа, это лен, это шерсть, и весь мир не может себе это позволить. А мы могли, но нас начали одевать нелон, резину, поролон, какой-то, целлофан, начались маститы, проститы, радикулиты, да, что может быть красивее шаря, да, для женщин, или теплее, или варюшки, когда все пальчики вместе, а не недельно перчатки. Ну и так далее, или там валенки. Да, они могут быть другой формы, красивее сегодня могут быть, да, и вообще это может быть модным для всего мира, но кому это интересно? Кроме нас, это никому не важно и не интересно. Поэтому даже простая логика, исследование традиции ради традиций, вот так они делали по каким-то причинам, давайте по каким-то причинам мы так будем. Да нет, все осознанно и логично. А для этого нужно ведать, ну, знать, как минимум, да, или быть информированным, что еще меньше, чем знать и ведать. И сегодня есть возможность получать эти знания, большая часть из них в открытом доступе, но правильно говорю и Владимир о том, что сейчас этого мусора, то есть хочешь спрятать положенно видное место, вот сейчас крупицу знаний, которые обложили сверху многотомьем чего бы то ни было, очень еще труднее найти, чем если бы мы искали ее без всей этой многочисленной литературы. Вот даже сейчас я здесь проходил, посмотрел на литературу, прошуры, как эксперт по выживанию, спасению, безопасности, автор этих текстов или человек, который дружит с теми авторами, репродукции которых лежат на этих прилавках. Как они так или иначе или кастрированы, или вне контекста, или неадаптивные, то есть неадаптированные или на возраст читателя, или на среду его использования. Вот даже, ну еще один маленький фрагмент, приведу к примеру, он такой, что даже американский полевой устав для спецподразделений там в 90% переписан из Немита, а у Немита 80% взяты из Жульвера, а Жульвера придумал все сидя на диване. Даже спецподразделения пытаются учить по придумкам, написанным на диване. Или другими словами, как выжить в условиях Крайнего Севера или Раскаленной Пустыни. Есть институты медико-биологических проблем, которые придумывают ответы на эти вопросы. Но на самый простой вопрос, там, допустим, поехать к Хантам, Нецам, Ивенкам, Чукчам, Альмутам, посмотреть, как они живут. Тысячелетний опыт, многотысячелетний опыт. Причем, и для них это лучшее место на планете. И они там не выживают, а комфортно и весело живут. А если пустыня, значит, там, бедуины, туареги, джунгли, лакондоны, чемулись, яки, дани, лани, осматы, многие племяны. Вот точно так же наши предки, живя на этой территории, пользовались лучшим, жили в достатке, ни на кого не пахали и не работали, а трудились до своего рода. И были счастливы. Ну, это же ситуация никого не устраивает. Ну, например, с вами знаем, что мы проиграли холодную войну. Это общеизвестный факт. Значит, мы проигравшие, значит, победитель вправе забирать наши ресурсы, списывать сюда просроченные лекарства и продукты, говорить, на чего нам учиться, а чего не учиться. Да? Они ставят своих гауляйтеров, они вместо милиции делают полицию, ну и так далее. То есть, делают очевидные вещи для проигравших. А мы почему-то еще удивляемся тому или иному происходящему. Да вообще удивляться нечего, все делается естественным путем. Другое дело, устраиваемое это у нас или нет. Может быть, нужно преломить эту ситуацию. Если бы мы проиграли горячую войну, был бы комендантский час, было бы гетто, были бы патрули, да, надсмотрщики. А поскольку она холодная, танков нет, патрулей нет, гетто нет, значит, вроде мы, мы и не проиграли ничего. Да все проиграли. И проигрываем каждый день. Но есть люди, вот такие, как мы с вами, которые понимают, что что-то где-то как-то не так. Когда они соприкасаются к традиции, они видят, вот здесь все так, вот здесь все в ладу, вот здесь все поправим. Живя поправим, мы поправим с вами этот мир. Он начинает с самих себя.